Доброе утро! Держу так сбоку камеру, потому что солнце оттуда и никак больше. Слышите эти крик ненормальные? Это вот сейчас наглядный пример. Для кого-то добрая, для кого-то и не очень. Вот, видите, она сюда залезет, а вылезти она не может, так она здесь еще и гадит, а вылезти она не может, понимаете, нет таких дырок, в которые она может вылезти, залезть она в них может, а вылезти нет. Значит, мы берем волшебный прибор, ускоритель, который сейчас ей поможет найти это место, эту дырку, и начинаем помогать козе. Это вот как раз тот случай, я говорила, вот если есть такая пакость, она будет всегда, вот всю жизнь, до тех пор, пока она вот совсем не станет большой, и совсем она не будет пролазить в эти дырки. Никто не лезет, даже более мелкие козы, никто никогда не лезет. А вот это вот будет длиться всю жизнь, вот понимаете, она же залезет, она испоганит это сено и сгадит. Все, я выключаю телефон, и мне надо ей помогать вылазить отсюда. Я так просто не могу одной рукой помогать. Сейчас мы ей покажем, куда надо вылазить. Прыгнула сюда, побежала туда, вот сдалась бы она с утра, да, сейчас мне. Мне нужно очень быстро доить, а я сейчас дверь открою, чтобы ее загнать-то. Они все, видите, они уже здесь на ладу, и они сейчас отсюда все убегут. Так сейчас будем развлекаться. Иди сюда. Иди сюда. Давай, заходите. Давай, заходи. Иди сюда. Иди. Давай. Как тебя назвать-то, а? Козлиха ты и есть козлиха. Это же надо вот такой быть. Всю жизнь такие. Ребята-ребята-ребята-ребята-ребята-ребята. Ребята-ребята-ребята-ребята. Ребята-ребята-ребята. сегодня поставлю что прям не знаю вообще что делать что готовить желудки желудки здесь и сердечки не знаю от уток и наверное от индюшей наверное да обычно у меня здесь хранится не здесь выразилки я имею ввиду хранится еще пойдем пока поставила на плиту хранится вместе с как их называют с печенью и я обычно всегда так и все в кучу и кидала и тушила и знаете а я вообще очень люблю печень жареную жареную ну да как сказать я всегда печень покупала говяжью и не знаете ее в яйце муки очень вкусно всегда любила дети у меня любят так не все некоторые печень вообще не едят но некоторые прям вот такой способ очень вкусные я так всегда хотела печени меня прям сверлит эта мысль уже давно не ела думаю нужно купить купить и вот так вот сделать как это это очень быстро на минут 10 наверно жарится а здесь всегда выкидывала вот здесь вот вместе а сейчас думаю чего я разморозила точно также с желудками думать уж я ее сейчас напихаю как-то вместе она не очень печень с этим желудки жестче печенью очень быстро нужно готовить вот поэтому я печень как разморозила так и убрала обратно потому что печень таких прям таких кусочков там нормальных было но есть и поменьше есть такие большие я в общем все таки сделаю таким способом как я люблю но надо еще под собирать но поскольку у нас еще впереди нам у так вырубать этих индейцев а сейчас я пока потушу просто желудочки я залила водой сейчас это это просто вода сейчас это все про кипит хорошенечко и эту воду я солью и потом поставлю на масле вот видите она про кипает это грязь собирается я сейчас эту воду солью собакам можно и в раковину она не очень нужна но я солью собакам им очень нравится мне и в смысле поесть эту воду собакам добавлю в этот бык суп и они суп подъедят прям вот все с удовольствием а то знаете обычно все же умные там ну что мясное они съедают а остальное все она остается все вот это вот грязь собралась грязь кровь до чтобы прокипела вот это вот все очень быстренько сейчас добавляю масло подсолнечного очень быстренько налила подсолнечного масла сердечки и не стала резать я думала как-то и хотя бы напополам но у нас такая картина это кто-то от желудочки основное выкидывает тот и печень остальное выкидывает тот и сердечки а остальное выкидывает поэтому я как быть не стала разгрязать чтобы было понятно что это сердечки а я сейчас Сейчас убавлю огонь, а я сейчас пока буду нарезать морковку и болгарский перец. Естественно, сюда лук, чеснок. Это прям обязательно. Об этом можно и не говорить каждый раз, что куда-то мы еду, добавляем лук, чеснок. Сейчас убавлю, и оно пока будет тушиться. Немножко пережарила. Некогда не успеваю. Так, отправляем. Я просто собралась тушить, говорю. Как ее надо? Все слова повылетали. Я сейчас хочу рубануть двоих уток, сама пойти зарубить. Я, в смысле, сама не то, что это подвиг, а то, что это временно. Все нужно зарубить. Нужно сейчас еще воду не поставила. Поставить воду, чтобы ее ошварить. И еще нужно поставить воду на то, чтобы что-то нам сварить. Вот к этому. Макаронов всего там. И спагетти, и такие, и рожки, и колечки, и там какие-то еще. Полно всяких макаронов. Макароны не хочу. Потом. Картоху не хочу. Это долго я ее буду тратить. Трать. Это долго мне ее чистить. Даже, не знаю, гречки, мне кажется, там у нас нет. Я бы лучше сварила гречку, но придется рис. В общем, я выбираю, что мне как бы, как побыстрее это все сделать. Сейчас еще поставлю кастрюлю под рис и буду одновременно. Поставлю кастрюлю под рис. Вот эту кастрюлю включу. Это для уток. И побегу и хрубану. И буду тут... Ну, в принципе, раз что у меня одновременно. Тут уже почти все сделано. Я приправки ни одной не насытываю. Здорово. У меня руки заняты. Ну, одна, понятно, рука держит телефон. Другой я взяла приправку. Носом тюк туда в эту. В телефон. Камера включилась. Вот самая любимая приправка. Очень вкусно пахнет. Ну, еще хватанула паприку и хмель все ныли. И все, хватит сейчас. Ну, конечно. Конечно. Запах-то пошел, я не видела. Сейчас обжарится. Только закинула. Обычно. Или можем на других сковородках обжарить вот этот... Господи. Морковку, перец болгарский. И потом сюда закинуть. Но закинула все сразу сюда. Поэтому нужно подождать, пока она обжарится. И уже перед заключительным таким моментом прям ливануть. Хотя уже они, наверное, мягенькие, мне кажется. Немножечко прям ливануть сюда водички. И закрыть крышкой. И чтобы она немножко протушилась. Чтобы помягче было. Но сейчас я... Все, я уже выключаю. Мне нужно уже и руку помыть, и нужно попробовать здесь, в каком состоянии. А то, может, уже здесь и хватит. Смотрите, у меня здесь полная, полная. Прямо сейчас виртуожными какими-то, я не знаю, темпами побегу сейчас рубить. Здесь поставила на рис, здесь поставила на уток. Забыла, как всегда. Мы же... Это же обязательно. И это же обязательно что-то, если тушить, с болгарскими перцами и с помидорами. Прошу прощения, я явно забываю слова сегодня. Сейчас стою, потому что мне нужно... Ну, прям вот все. А мне нужно их зурбить, мне нужно их общипать, мне нужно вот это тоже приготовить. И потому что сейчас уже все приедут, и всех нужно покормить, убрать и уроки. А время... Время-то уже много времени, темнота на улице. Вот в чем дело. Не просто занимайся и занимайся, да? Кастрюля, отражение красивое. Занимайся своими делами в удовольствие. Кстати, я уже попробовала. Что я попробовала? Я попробовала кусочек желудка. Прямо именно такое классненькое состояние. Он уже готов. Но желудка, это не печень, да? Они не должны быть такими мягенькими. Вот. Они именно сейчас уже в таком состоянии, что... И готовы, и такие хрустященькие, и хорошие. Но теперь еще нужно все равно подождать, пока... Пока потушатся помидорки. И потом я все-таки, ну, прям добавлю немножко воды. Не чтоб прям вот, прям воды пол сковородки, а прям чистый вот так, чтобы и подливочка, чтобы все это сочное, такое, жиденькое взять. И на тарелку, на рис, все-таки, наверное, потому что будет рис, я думаю. Вот. Прямо чтобы еще в соку вот это вот все протушило. Сейчас помидорки дадут в сочок. Я закрываю крышкой, да. И побежала я за утками. Потому что, конечно, плохо, когда ты все дела делаешь одновременно. Может, где-то и косяки проскочить. Ну, ладно уже. Больше с тобой разговариваю. Закрываю. Прям вот. Все. Все, и оно тушится, и уже, смотрите, как красиво. Там и так уже помидорки дали сок. Все, закрываю, побежала, побежала, а то здесь. Здесь закипает, там закипает. Побежала. Так, здесь закипает, здесь выключаю. Здесь надо рис закидывать. Ой, смотрите, оно протушилось. Выключаю. Так, все, закидываю рис. Утки лежат. Я уже пришла, я сбегала. Утки в раковине, закидываю рис. Так, все, у меня процесс пошел. Ну, вот некоторые только тут пеньки. Слава богу, они тут оперились уже. В смысле, не оперились, а пух. Пролиняли. А то я до этого щипала. Одна нормальная, а с одной я вообще замучилась. Я вот так вот скрючилась. Тут я не знаю, сколько я. Она вся была вот в таких вот. Здесь они есть, но уже, слава богу, прям все. Видите, тут. Все, нужно очень быстренько. Очень быстренько утки не щипятся. Это не куры и не бройлеры. Ну, все, начали. Вот, одна была в пеньках, а вторая прям такая. Хорошенькая вообще, без пеньков. Без всего. Без пеньков, без всего. Такая, да, и цвета красивая. Ну, не знаю, не очень видно. Такая желтоватенькая, приятная. А та, кстати, не помню, какая она была. Нет, та бледней. Ну, это потому что белее была. Ну, вот две. Все-таки одна покрасивее такая. Приятненькая, да, желтоватенькая. А потому что в ней было больше белого цвета. Все-таки беленькие птицы не цветные. Ну, все-таки они так в тушке приятней. На вкус, конечно, это не влияет никак. Так, не знаю, что я сейчас в это время показывала, когда говорила. Это такая по синей, но она и коричневая, шоколадная. Сейчас еще кое-что доделаю. А так нормально. Ну, вот это, да, явно красивенько. Чего ты хочешь? Сейчас, подожди, она меня воткнула в ухо наушник. Все, я еще не ела. Мои уроки сейчас попутные. Я щипаюсь с Рафаэлем, делаем уроки. Мои уроки.